Четыре ската за 3 миллиона рублей погибли в мае в Приморском океанариуме. Ранее общественности было известно о смерти лишь одного ската. Он скончался в начале июня. Официальная причина гибели гидробионта пока считается неустановленной. По неофициальным данным, ската напугали громкие звуки во время антитеррористических учений в океанариуме. А теперь в СМИ разгуливают документ, подтверждающий гибель еще четырех особей – хвостокола Кюля Синепятнистого. Согласно нему, скаты погибли 12 мая. В результате служебной проверки специалисты установили, что в емкости, в которых содержались гидробионты, из-за аварийного отсоединения шланга перестала поступать вода, и они оказались сухими. Гофрированные шланги, по которым поступала вода в танки, были закреплены по всей длине частично проволокой, частично изолентой. Осмотром установлено, что изолента, удерживающая конец шланга, подающего воду в танк-накопитель, отклеилась, в связи с чем он выпал из танка, и вода длительное время поступала не в танк, а сливалась на пол. Так как система танков была замкнутого цикла, и подпитка воды не осуществлялась, два танка, в которых находились скаты, а также танк-накопитель, были осушены, что привело к гибели гидробионтов, сообщается в акте служебной проверки от 15 мая 2017 года. Вот как Приморский океанариум прокомментировал данный инцидент. Приморский океанариум не определяет цену гидробионтов и не закупает их. Гидробионты поступают через единого поставщика в ГУП РСУ управлениями президента РФ. Участие специалистов океанариума в пополнении коллекции сводится к определению необходимых видов, их отбору и сопровождению на место. Скаты находились не в главном здании, а в научно-адаптационном корпусе. Приморский океанариум является лишь эксплуатантом корпуса. По этой причине океанариум неуполномочен комментировать технические вопросы, связанные с его обслуживанием. По поводу произошедшего, Приморский океанариум выставил обслуживающей организации претензию, сообщили в пресс-службе.